Здравствуйте, уважаемые телезрители! Наше занятие сегодня мы начинаем с рассмотрения темы «Источники предпринимательского права». Рассмотрим законодательные источники правового регулирования предпринимательской деятельности. Они представляют собой целый пласт нормативных документов в самых различных отраслей права – конституционного, гражданского, трудового, налогового, – валютного, таможенного, земельного, жилищного и многих других. Сразу отмечу, что эти же источники регулируют деятельность и среднего, а также крупного бизнеса. Итак, источники предпринимательского права. Основным источником предпринимательского права является Конституция Российской Федерации. Она имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применение на всей территории Российской Федерации. В основном в законе закреплены гарантии предпринимательства. В Российской Федерации гарантируется единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности. Признаются и защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности. Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу, прямое действие на всей территории России. Законные и иные правовые акты, которые принимаются в нашей стране, не должны противоречить этому законодательному акту, который имеет высшую юридическую силу. Конституция устанавливает гарантии предпринимательства. Среди них можно выделить следующие конституционные положения. Каждый имеет право на свободное использование своих способностей и имущества для осуществления предпринимательской и иной незапрещенной законом деятельности. Гражданин Российской Федерации может самостоятельно осуществлять в полном объеме свои права и обязанности с 18 лет. Не допускается экономическая деятельность, которая направлена на мотополизацию и недобросовестную конкуренцию. Каждый в праве иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами. Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию. Далее в иерархической структуре источников предпринимательского права можно выделить федеральные законы, среди которых особое место занимают кодексы. Гражданский кодекс, налоговый кодекс, земельный кодекс и многие другие. Так, Гражданский кодекс Российской Федерации содержит множество норм регулирующих предпринимательство. В частности, в нем закреплены условия ведения предпринимательской деятельности, а также виды и характеристики организационно-правовых форм построения малого бизнеса и различные виды предпринимательских договоров. В Гражданском кодексе также закреплены основные принципы осуществления любой предпринимательской деятельности, в числе которых в первую очередь следует назвать принцип свободы договора. Этот принцип выражается в возможности свободного перемещения товаров, работ, услуг, финансовых средств. Он предоставляет предпринимателям право осуществлять любые незапрещенные законодательством виды деятельности, то есть действовать свободно, по своему собственному усмотрению. Следующий основополагающий принцип, который закреплен в Гражданском кодексе, это принцип свободы конкуренции и ограничения монополистической деятельности на товарных рынках. Контроль за соблюдением этого принципа осуществляет государство. Закон гарантирует каждому гражданину, а также организациям, восстановление нарушенных прав и интересов, включая судебную защиту арбитражными и третейскими судами нарушенных прав. Кроме кодексов, немаловажное место в системе источников предпринимательского права занимают и другие федеральные законы, которые составляют огромный пласт нормативных актов, и их можно сгруппировать по следующим критериям. Например, законы, которые регулируют виды субъектов предпринимательской деятельности. В эту категорию входят такие федеральные законы, как федеральный закон об акционерных обществах, об обществах с ограниченной ответственностью, о производственных кооперативах, о финансово-промышленных группах и другие федеральные законы. Далее, законы, регламентирующие виды и порядок ведения предпринимательской деятельности. Среди них можно выделить федеральные законы об инвестиционной деятельности, об оценочной деятельности, об аудиторской деятельности, о банках и банковской деятельности, о товарных биржах и биржевой, А также другие законы. Ну и, наконец, законы, которые устанавливают требования к ведению предпринимательской деятельности. В эту группу можно включить федеральный закон о лицензировании отдельных видов деятельности, о техническом регулировании и другие. Далее, в числе источников можно назвать подзаконные акты. Эти документы также играют определенную роль в регулировании предпринимательской деятельности. Среди них в первую очередь можно назвать указы президента Российской Федерации, а также постановления правительства Российской Федерации, которые издаются в соответствии с компетенцией этих органов. Подзаконные акты, тем не менее, не должны противоречить Конституции Российской Федерации и федеральным законам, которые по уровню находятся выше. Подзаконные акты призваны устранять пробелы в законах, если таковые имеются, или уточнять, детализировать какие-либо федеральные законы. Например, органы местного самоуправления могут регулировать вопросы владения, пользования и распоряжения муниципальной собственностью. Например, городских парков. Устанавливать границы их территории, режимы их работы, условия аренды территории парка, вводить или отменять плату за их посещение. Нормативные акты органов местного самоуправления могут также касаться местных налогов и сборов, планировки и застройки муниципальных территорий, а также учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и регулировать многие другие вопросы. Большой массив среди источников предпринимательского права составляют нормативные акты федеральных органов исполнительной власти, принятые в соответствии с их компетенцией. Это документы, которые принимаются различными министерствами и ведомствами, среди которых можно назвать Министерство финансов Российской Федерации, Министерство экономического развития и торговли, имущественных отношений, Министерство пантимонопольной политики и поддержки предпринимательства, а также другие. В некоторых областях предпринимательства, например, в сфере бухгалтерского учета и отчетности, а также статистической отчетности, наиболее детальное регулирование тех или иных отношений обеспечивается именно нормативными актами этого уровня. В практике регулирования хозяйственных отношений встречаются и нормативно-правовые акты Советского Союза, которые продолжают действовать до сих пор. И действовать они будут до тех пор, пока не будут отменены, не будет принят какой-либо другой акт, изменяющий или отменяющий их. И применяются они в той части, в которой они не противоречат действующему законодательству Российской Федерации. На этом источники федерального уровня заканчиваются. И далее следуют подзаконные акты, которые принимаются на уровне субъектов Российской Федерации органами местного самоуправления. Так вы знаете, что в составе Российской Федерации сегодня 88 равноправных субъектов, в том числе 21 республика, 7 краев, 48 областей, 2 города федерального значения, 1 автономная область и 9 автономных округов. И условия для предпринимательства в каждом субъекте Российской Федерации различные. Это связано и с особенностями климата, также местных традиций, заселенности и многих других факторов. Так, один вид бизнеса, который вполне подходит для южных районов, например, культивирование различных сортов винограда для вин, он неприемлем для северных районов, где суровый климат, низкая температура и отсутствуют плодородные земли. Необходимость существования этой категории источников подзаконных актов объясняется особенностями федеративного устройства нашего государства. Органы местного самоуправления издают правовые акты, опираясь на главу 8 Конституции Российской Федерации и федеральный закон под названием «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Это значит, что каждый субъект Российской Федерации в пределах своей компетенции, установленной для него Конституцией и федеральными законами, принимает местные нормативные подзаконные акты. Какие это акты? К ним относятся распоряжение мэра или губернатора, постановление местной городской думы. Следующий уровень источников – это локальные акты, которые принимаются самими хозяйствующими субъектами, то есть самими предпринимателями, в целях регулирования их собственной предпринимательской деятельности. Эти акты могут относиться как к деятельности компании в целом, например, устав, так и к отдельным подразделениям. Например, положение о филиале, о генеральном директоры, о совете директоров, об охране коммерческой тайны на предприятии, о премировании. Кроме этого, это различные хозяйственные договоры, которые заключаются в компании. Локальные акты – это своего рода система правил организации и деятельности и правил поведения на конкретном предприятии, которые выражают волю собственников имущества и рабочего коллектива. К источникам предпринимательского права можно также отнести неписанные законы, которыми являются обычаи делового оборота. Обычаем делового оборота считается сложившееся и широко применяемое в какой-либо области предпринимательской деятельности правило. Это правило поведения, не предусмотренное законодательством. И применяются такие обычаи независимо от того, зафиксирован ли тот или иной обычай в каком-либо документе или нет. Обычаи, противоречащие положениям законодательства или предпринимательскому договору, применению не подлежат. Торгово-промышленные палаты изучают существующие обычаи делового оборота и периодически публикуют их для сведения заинтересованных лиц. Обычаи делового оборота могут приниматься во внимание судьями при толковании ими условий предпринимательских договоров. Широко используются обычаи и во внешнеторговой деятельности, например, в морских перевозках, а также в банковской сфере. Это в частности, среди обычаев, способы упаковки и затаривания товара, условия хранения и транспортирования, проверки, приемки товара, обычаи конкретного порта и другое. Среди источников можно также назвать общепризнанные принципы и нормы международного права. Куда, в частности, относятся международные договоры Российской Федерации? Эти договоры могут быть как двусторонние, например, между Российской Федерацией и какой-либо Республикой СНГ о торговле, экономическом сотрудничестве, так и многосторонними. Среди многосторонних можно выделить конвенцию Уни-Друа о международном финансовом лизинге, Евразийскую патентную конвенцию и некоторые другие. В частности, в статье 15 Конституции Российской Федерации зафиксировано, что общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. В Конституции Российской Федерации также закреплена норма, в соответствии с которой в случае противоречия норм отечественного законодательства нормам международного договора применяются правила международного договора. Таковы основные источники предпринимательской деятельности. Следующая тема. Три составные части бизнеса. Продолжая освещать тему предпринимательской деятельности, отмечу, что структурно вся она состоит из трех составных частей. Это интеллектуальный капитал, то есть наши знания, опыт, наши кадры, персонал. Вторая часть. Это структурный капитал, то есть организация бизнес-процессов и управление на предприятии. И третья составная часть предпринимательской деятельности. Это потребительский капитал. Как вы, наверное, догадались из названия, сюда, в эту категорию, входят клиенты, покупатели продукции, товаров или услуг. И в совокупности все эти три части, структурный, потребительский и интеллектуальный капитал, являются тремя источниками прибыли любой компании. Понятие предпринимательской деятельности. Предпринимательская деятельность – это разновидность экономической деятельности по созданию материальных и нематериальных благ, которые свойственны новаторский и рисковый характер и главной целью которой является извлечение прибыли. Определение предпринимательской деятельности граждан, то есть физических лиц, дается в статье 2 Гражданского кодекса Российской Федерации. В ней сформулировано, что предпринимательская является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнение работ или оказание услуг лицами, зарегистрированные в этом качестве в установленном законном порядке. Таким образом, данная статья выделяет 4 основных признака предпринимательской деятельности и определяет ее как самостоятельную, осуществляемую на свой риск деятельность, направленную на систематическое получение прибыли, и лица, которые осуществляют такую деятельность, должны быть зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей в установленном законном порядке. Давайте рассмотрим более подробно каждый из этих признаков. Первый признак. Предпринимательская деятельность является деятельностью профессиональной, то есть данную деятельность осуществляют люди, которые оплодают определенной квалификацией или владеют информацией, необходимой для принятия и реализации решений. В отдельных случаях наличие профессиональной подготовки является необходимым условием для осуществления той или иной предпринимательской деятельности, например, для ведения медицинской деятельности, а также банковской, аудиторской. В некоторых случаях закон требует сдачи предпринимателями соответствующих квалификационных экзаменов. Такие экзамены, в частности, предусмотрены для аудиторов, арбитражных управляющих и некоторых других. В других случаях предпринимательская деятельность должна соответствовать определенным требованиям, носящим нормативный, то есть обязательный характер. Что это за требования? Это требования сертификации и стандартизации товаров, работ и услуг. Далее. Предпринимательская деятельность является независимой и самостоятельной. Это значит, что любой предприниматель свободен в выборе видов деятельности, сфер деятельности, способов решения своих задач и текущих дел. Следующий признак предпринимательской деятельности – это предпринимательский риск. Риск в предпринимательской деятельности – это вероятность неполучения запланированного или ожидаемого положительного результата или возможность наступления отрицательных последствий. Это могут быть возможные неблагоприятные имущественные последствия для предпринимателя, которые не были обусловлены упущениями с его стороны. Причинами таких рисков могут быть природные, экономические, политические и другие условия. Например, среди природных явлений – наводнение, землетрясение и другие. Риск – это неотъемлемый признак предпринимательской деятельности. Почему? Потому что в условиях рынка будущий спрос на товары и услуги нельзя гарантированно спрогнозировать с вероятностью на 100%. Предпринимательская деятельность объективно сопровождается некоторой неопределенностью, неустойчивостью, возможностью невостребования результатов этой деятельности. Предприниматель ведет бизнес на свой риск, а также самостоятельную имущественную ответственность. И ответственность индивидуального предпринимателя полная. Это значит, что по своим обязательствам он отвечает всем принадлежащим ему имуществам, а не только тем имуществам, которые он использует в своей коммерческой деятельности. Это значит, что при недостатке у него денежных средств кредиторы имеют право получить причитающиеся им денежные средства из личного имущества предпринимателя. Предпринимательская деятельность всегда направлена на систематическое получение прибыли. Можно сказать, что для предпринимательской деятельности характерно единство двух целей. Это получение прибыли и создание продукта, товара. Однако в качестве исключения можно привести пример некоммерческих организаций, таких как биржи, фондовые, валютные или товарные. Далее, которые, хотя и не преследуют в качестве своей основной цели получения прибыли, но тем не менее от этого их деятельность не перестает быть предпринимательской. Далее. Предпринимательская деятельность. Деятельность профессиональная, которая совершается систематически, регулярно. И, как правило, она является главной доминирующей, а не второстепенной или побочной, как у некоммерческих организаций, главной целью которых являются благотворительные цели или осуществление каких-либо некоммерческих проектов. И, наконец, четвертый признак предпринимательской деятельности – это ее легитимность, то есть государственная регистрация. Предпринимательская деятельность должна быть легальной, то есть осуществляться в рамках закона. Иначе такая деятельность признается незаконной, и все доходы от такой деятельности обращаются в доход государству. И гражданин, который заключает коммерческие сделки, не прошедший процедуру государственной регистрации, будет отвечать за свои незаконные действия как предприниматель. То есть будет нести повышенную ответственность по своим обязательствам. И судебные дела по таким фактам незаконного предпринимательства рассматриваются судами общей юрисдикции, а не арбитражными или третейскими судами. Так как ответчиками по таким делам является гражданин, не имеющий статуса индивидуального предпринимателя, то есть не прошедший государственную регистрацию. Гражданин, который вел бизнес, незаконно. Физические лица как субъекты предпринимательского права. Давайте ответим на вопрос, кто такие субъекты. Это физические или юридические лица, которые осуществляют предпринимательскую деятельность. Но эту деятельность могут осуществлять также Российская Федерация, ее субъекты, муниципальные образования через создаваемые ими унитарные предприятия и акционерные общества. Бизнесом на территории Российской Федерации могут заниматься не только граждане нашей страны. Но и иностранные граждане, а также лица без гражданства, которые зарегистрированы по месту жительства в Российской Федерации в установленном законном порядке. Субъектами предпринимательской деятельности могут быть также иностранные юридические лица, если международным договором между Российской Федерацией и другим государством не установлено иное. Следует отметить, что в соответствии со статьей 62 Конституции и статьей 2 Гражданского кодекса, иностранные граждане и лица без гражданства пользуются правами и несут обязанности наравне с российскими гражданами, если федеральным законом не было установлено иное. Предпринимательская деятельность без образования юридического лица или индивидуальное предпринимательство – одна из самых простых форм предпринимательской деятельности, которая очень распространена. Раньше использовалась сокращенная аббревиатура ФБЮ, но с 2002 года эту аббревиатуру сменил термин «индивидуальный предприниматель» и стала использоваться аббревиатура ИП для обозначения граждан-предпринимателей. Итак, каждый ли гражданин может заниматься бизнесом? И что для этого ему необходимо? Для того, чтобы заниматься бизнесом и открыть свое дело? Действительно, каждому из нас закон предоставляет право организовать свой бизнес. Но в то же время не каждый из нас способен это право реализовать. Почему? Для того, чтобы иметь возможность зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, гражданин должен обладать право, идее и способностью иметь имя и место жительства. Рассмотрим эти условия для ведения малого бизнеса более подробно. Правоспособность. Признается за всеми гражданами в равной мере. Возникает она с момента рождения и прекращается смертью. Это особое общественно-правовое свойство, которым государство наделяет каждого гражданина своей страны, а также организации, придавая им тем самым статус субъекта права. Например, правоспособность физического лица означает, что гражданин вправе избирать место жительства, иметь имущество в собственности, наследовать или завещать его, заниматься предпринимательской и иной незапрещенной законом деятельностью, создавать юридические лица самостоятельно или совместно с другими людьми, совершать любые непротиворечащие закону сделки, иметь иные имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности. Все эти права, конечно, можно не реализовывать, но нельзя от них отказаться. Данное право, то есть правоспособность, оно неотчуждаемо и непередаваемо. Только в некоторых исключительных случаях правоспособность гражданина может быть ограничена в установленном законном порядке и только на определенное время. По приговору суда, например. Гражданин может быть частично ограничен в правоспособности, например, лишен права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на какой-то срок, например, на один или три года. Следующий признак, необходимый для того, чтобы быть отнесенным к субъекту малого бизнеса. Это дееспособность. Определяется она как способность реализовывать свои права и нести обязанности. И зависит она от двух факторов. Это возраст гражданина и вменяемость. Что это значит? Если правоспособность признается за всеми гражданами с момента рождения и является равной для всех, то дееспособность зависит от возраста и психического состояния человека. Она связана со способностью гражданина понимать значение своих действий и руководить ими. Возникает это свойство, а именно полная дееспособность, с наступлением совершеннолетия, по достижении лицом 18-летнего возраста. Однако существуют два исключения, когда полная дееспособность может наступить раньше этого срока. Первый случай – это вступление в брак до достижения 18-летнего возраста. И так называемая эмансипация. То есть объявление несовершеннолетнего гражданина полностью дееспособным. Для второго случая закон предусматривает два условия. То есть, чтобы быть признанным эмансипированным, необходимо достижение 16-летнего возраста и наличие нотариально удостоверенного согласия обоих родителей или законных представителей на это. И после того, как несовершеннолетний гражданин будет признан эмансипированным, он будет в праве самостоятельно вести бизнес, самостоятельно заключать любые договоры. Но кроме этого, он будет нести имущественную ответственность по своим обязательствам своим имуществом. Такой гражданин, чтобы зарегистрировать фирму или стать индивидуальным предпринимателем, в налоговую инспекцию, кроме прочих предусмотренных законом документов, также предоставляет нотариально удостоверенное согласие родителей на осуществление предпринимательской деятельности или копию свидетельства о заключении брака. Таким образом, полная дееспособность означает возможность осуществления любых прав и обязанностей. Однако, кроме полной дееспособности, различают также частичную или ограниченную дееспособность, которые обладают граждане в возрасте от 6 до 18 лет. Такие граждане, например, могут совершать мелкие бытовые сделки, делать небольшие покупки в магазине, с 14 лет могут открывать вклады в банки и распоряжаться ими. Родители по обязательствам этих несовершеннолетних несут дополнительную ответственность. То есть это касается детей в возрасте до 18 лет. Кроме этого, суд может ограничить дееспособность гражданина, который является дееспособным, но если гражданин злоупотребляет спиртными напитками или наркотическими средствами. И только после отмены судом такого ограничения и восстановления дееспособности этого гражданина, этот гражданин сможет заниматься предпринимательской деятельностью, а именно зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя или создать свою фирму. И, наконец, существует термин «абсолютная недееспособность». Он относится к детям до 6 лет и гражданам, которые признаны судом, страдающими психическими расстройствами, не дающими им возможности понимать значение своих действий и руководить ими. Над такими лицами судом устанавливается опекунство. Опекунами могут выступать члены семьи. Недееспособные граждане не могут самостоятельно осуществлять юридически значимые действия, в том числе заниматься бизнесом. За них это делают их опекуны. Установление дееспособности имеет важное значение. Если, скажем, регистрирующий орган по ошибке зарегистрировал недееспособного гражданина в качестве предпринимателя, а тот заключил договор или даже несколько договоров с третьими лицами, то эти договоры могут быть признаны судом незаключенными. И пострадавшие стороны в таких случаях вправе заявлять имущественные претензии и требовать возмещения причиненного им ущерба. Кроме правоспособности, идееспособности, третий признак, которыми должен обладать гражданин, чтобы вести предпринимательскую деятельность и чтобы просто иметь возможность участвовать в гражданских правоотношениях, это обладать личной определенностью и иметь имущественную обособленность. Что это значит? Личная определенность, вы, наверное, знаете, достигается путем наделения каждого человека именем и указанием места его рождения и жительства в паспорте. Гражданин осуществляет предпринимательскую деятельность под своим именем. Например, индивидуальный предприниматель Петров Иван Николаевич. В предусмотренных законом случаях гражданин может пользоваться псевдонимом, то есть вымышленным именем, но не в предпринимательской деятельности, а, например, будучи автором или создателем какого-либо произведения. Кроме этого, закон разрешает нам изменять свое имя. Однако в таких случаях гражданин-предприниматель обязан обязательно уведомить своих партнеров по бизнесу и прежде всего своих кредиторов об изменении своего имя. И четвертый признак – это место жительства гражданина. Место жительства гражданина – это место, где он постоянно или преимущественно проживает. Это квартира, дом. Точное определение места жительства имеет важное значение для осуществления и защиты предпринимательских прав. Потому что, например, место исполнения обязательства нередко зависит от места жительства его участников. И чтобы направить исковое заявление в суд, нужно знать адрес регистрации ответчика, то есть где он проживает. Таковы основные требования, которые закон предъявляет гражданам, которые планируют начать свой собственный бизнес. Рассмотрим, в чем заключается отличие статуса гражданина от статуса индивидуального предпринимателя. Во-первых, статус индивидуального предпринимателя приобретается с момента государственной регистрации. Во-вторых, в отличие от граждан, имущественные споры между предпринимателями рассматривают арбитражные или третейские суды. Только в отдельных случаях мы уже рассматривали это, когда гражданин ввел незаконную предпринимательскую деятельность. Такие споры рассматривают суды общей юрисдикции. Следующее отличие между индивидуальным предпринимателем, статусом индивидуального предпринимателя и гражданина состоит в том, что индивидуальный предприниматель, который не в состоянии удовлетворить требования кредиторов, может быть признан по решению суда несостоятельным, то есть банкротом. И на его личное имущество может быть обращено взыскание. Такие основные черты статуса индивидуального предпринимателя. Ответим на вопрос, с какого момента гражданин может заниматься индивидуальным предпринимательством. Закон четко обозначает этот момент. Это день государственной регистрации его в качестве индивидуального предпринимателя, то есть день, когда гражданин получил в налоговой инспекции свидетельство, подтверждающее внесение гражданина, теперь уже предпринимателя, в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей. В чем же состоят все-таки преимущества такой формы ведения бизнеса, как индивидуальное предпринимательство? Среди них можно назвать следующее. Это упрощенный порядок регистрации, то есть необходимо получить только свидетельство на право занятия предпринимательской деятельности и отсутствие необходимости иметь стартовый уставной капитал. Далее упрощенный порядок ведения бухгалтерского учета и отчетности, в отличие от юридических лиц, например, которые ведут баланс или смету. И полная самостоятельность предпринимателя, он единоличен в принятии решений, независим от воли учредителей и акционеров. Регистрация индивидуального предпринимателя. Регистрацию граждан предпринимателей осуществляют налоговые инспекции. Чтобы получить свидетельство, необходимо предоставить налоговую инспекцию следующие документы. Это заявление, составленное подтвержденной правительством Российской Федерации типовой форме, в котором указываются виды предпринимательской деятельности, которые гражданин планирует вести, его паспортные данные, а также другая информация. Далее, копия паспорта или копия документа, подтверждающего временную или постоянную регистрацию в Российской Федерации. И квитанция, подтверждающая оплату государственной пошлины за регистрацию. Пошлина за регистрацию индивидуальных предпринимателей составляет 400 рублей. За регистрацию юридических лиц – 2000 рублей. Срок, в который налоговая инспекция осуществляет государственную регистрацию предпринимателей и юридических лиц – небольшой. Это 5 рабочих дней. После того, как гражданин предоставит налоговую инспекцию все эти необходимые документы. В какую налоговую инспекцию он предоставляет документы? В ту налоговую инспекцию, которая находится по месту его жительства. Факт регистрации гражданина подтверждается выдачей налоговой инспекции гражданину свидетельства о государственной регистрации. Это свидетельство является бессрочным. В нем указываются ИНН предпринимателя, ОГРН, то есть основной государственный регистрационный номер, дата регистрации индивидуального предпринимателя и наименование налоговой инспекции, которое выдано свидетельство. Таким образом, чтобы заниматься предпринимательской деятельностью, любой гражданин может или зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, или зарегистрировать, то есть учредить юридическое лицо самостоятельно или совместно с другими лицами. Так, например, общество с ограниченной ответственностью может состоять из одного участника, который одновременно может являться и учредителем, и генеральным директором, а также выполнять обязанности бухгалтера. На следующем уроке мы с вами рассмотрим эти формы ведения предпринимательской деятельности более подробно. И в частности, такую популярную сегодня форму – франчайзинговую модель ведения бизнеса. Сегодня мы с вами рассмотрели такие вопросы, как источники предпринимательской деятельности, понятие предпринимательской деятельности, статус индивидуального предпринимателя и порядок государственной регистрации. На этом наше занятие заканчивается. До скорой встречи!